В среду Иваново простилось с пожарными Александром Кубышиным и Артемом Мусикаевым. Молодые люди погибли 3 апреля при исполнении служебного долга. В понедельник в кризисный центр поступило сообщение о пожаре в здании бывшего мебельного комбината. Там располагалось производство текстильных изделий. Гигантская воронка дыма была видна практически из всех частей города. Из плавающего здания вывели 89 человек. Два сотрудника МЧС вошли в горящие помещения и больше не вернулись. Связь с ребятами была потеряна. Обнаружили их тела только к вечеру того же дня. Александру было 26 лет, Артему 28. Несмотря на то, что они проходили службу в другом подразделении, не в том, в котором я, но, естественно, мы знаем своих ребят, с которыми встречаемся при тушении пожаров, ликвидации других происшествий на других мероприятиях. Да, знал, встречались и были очень надежные люди, сотрудники, ответственные, на которых можно положиться, опереться в любой ситуации. Нам их будет не хватать. Сами ребята работали в пожарной части номер один. Проститься с коллегами приехали спасатели со всего региона. Сотни человек, живая очередь, родные, близкие, друзья, сослуживцы. В ритуальный зал запускали группами. Вы знаете, для нас это невосполнимая утрата, и никакими словами здесь не выразить. Наши скорбь. Мы помним их всех как хороших товарищей и выражаем глубокое соболезнование их семье. Начальник караула старший лейтенант Александр Кубышин похоронен на кладбище в Новоталицах. Старший сержант Артем Мусикаев в Болино. Ребят представят госнаградам посмертно. В момент захоронения спасателей во всех пожарных частях Ивановской области прошла акция памяти. У фасадов выстроились дежурные караулы. Данная традиция у нас уже испокон веков давно идет. При гибели наших товарищей боевых включается звуковая сирена и световой сигнал, для того, чтобы почти память наших боевых товарищей. Редактор субтитров А.Семкин